была яркая и впечатляющая. Ну, команда очень важна сейчас сосредоточиться, потому что это последний шанс остаться в верхней сетке. Команда, которая проиграет, падает в нижнюю, и поэтому этого допускать нежелательно. Так, ну, опять дефолтный Халид, дефолтная 1-1, то, что мы уже видели, посмотрим, будет ли также Лилия, Джой, то, что было в прошлой игре. Матильда, напоминаю, 100% банящийся персонаж, но, поскольку они на первом пике, вопрос, являются у нас Бурмис Гул с такими амбассадорами бана Матильды, потому что они не играют через нее, или потому что, ну, с чем это вообще связано. Но опять она в бане, да. Видимо, сами не хотят ее пикать, возможно, не тренируют ее даже, но и чтобы не отдавать противнику, банят ее. Герои, правда, очень неудобно и неприятно через нее играть, и очень много сейчас связок с ним присутствует, раскрывается. Благодаря именно данному герою класса поддержки много героев, которые немного в таком медленном сетапе передвижения по карте, скажем так. Ну и что ж, последний бан у нас слева, справа ударили по Джой Ван Ван. Я вот хотел с вами порассуждать, насколько такой опасный халит от Люка, что нужно его постоянно прям закрывать, когда, мне кажется, под него нужен очень плотный сетап контроля чек-персонажа, чтобы раскрыть его на полную. Настолько его стоит бояться. Но, видимо, считает, что слишком хорошие результаты показывает эта команда, но мне кажется, что, учитывая вот эти отыгрыши, ну, можно было бы убрать все-таки каких-то других персонажей. Но есть же проблемы. И опять же, Гики не убирает Бруно, который в этом противостоянии очень хорошо винрейтами, даже в этом, и в целом просто сумасшедший винрейт. Ворваться, как будто проще вместо этого халида забанить Гвеневру, раз вы ее рейтите не так часто и отдаете. И столько проблем минус для твоего же самого голплайнера. Тот же Клауд, да, увернуться от халида куда проще, чем увернуться от Гвеневры. И мне кажется, что этот вариант лучше подходил. Да ты и от халида потом, даже если ты не увернулся от халида, ты потом выпрыгиваешь, а от Гвенера ты не выпрыгнешь нормально. Да, да. Ну, что интересно, у нас пикается для Болойского в этот раз Руби, его сигнатурнейшая. И против Глу, посмотрим, как она себя покажет. Здесь опять же пикается у нас Клауд, причем теперь у нас для Кадеры этот пик осуществляется. Ну и вторая стадия банов. У нас, скорее всего, должны туда отправляться Валентина, чтобы наверняка. Ну и также, возможно, какого-нибудь Экспира подбанить. Кого же можно еще подбанить в этой ситуации, чтобы немножечко своему противнику помешать играть. Тигрил, может быть, тоже был бы хорошим подспорьем с коллектива слева, да? То есть еще под... Забанить Дигги, забрать себе Тигрил, а под Глу, под Фарамиса звучит как имба. Ну, Дигги тоже, да, интересный вариант, но они просто убирают Минотавра, поскольку самые сильные Роумы сейчас. Интересно, слева, почему бы не взять Каю и просто решать все вопросы с этим Клаудом? Это был бы интересный вариант, потому что мы помним, что вчера, когда игры были, и был Кая, очень тяжело было отыгрывать против него на Клауде. Почти нереально. Ну да, и там чисто в противостоянии выяснить, у кого больше дэмэджа. Как говорится, отставить интеллект, решим вопрос автоатакой, как у нас Бруно настакался, настакался и может спокойно здесь отыграть под этот ультимейт Каи. Плюс, к тому же, Фарамис может продлевать эту подтяжечку, да, помогать ему в этой ситуации. Поэтому, ну пик в целом неплохой, но поглядим, скорее всего, бан Дигги и улетает налево у нас, понял, вопросов нет. Ну да, они же Терезл забанили, тут уже Валентина Дигги, я думал, будет бан. Вал Дигги ты Тигрилла бы отдавал и вообще ничем его незаконно. Какого Тигрилла? У вас Руби на Ром идет. А, ну хотя, да, то есть тут Терезла. Она как бы под флекс-то как бы подходит. Не, не, не пикают у нее на экспу. Я знаю, да, там только Балойски на ней играют. То есть, спокойно Дигги Валентина, Тигрилла уезжает влево, потому что Ром уже есть и все, и спокойно себе играйте эту игру, у вас имбовый пик под хороший массовый контроль, который продлевается, под это все заливается дэмэдж. Ну, не знаю, пока что странно выглядит. Мне там сказывается впечатление, что Бурмис Гулз, они как будто заложники своего пулу персонажей. Они постоянно... Нет, Тигрилла в пуля? Да как-то очень мало героев в целом в пуле. Они много кого боятся и много за кого не хотят отыгрывать. Мы уже видели, как Кая игнорировался, хотя заходил очень-очень хорошо. Они решили сыграть на Руби, которая была в виде такого пикабана. Там еще и справа Орлот локается сейчас. И вот мы сейчас увидим, захотят они играть через Тигрилла или все-таки опять что-то будут выдумывать? Я думаю, что Тигрилла здесь... Ну, а Урс с уроном какая ситуация будет, если они сейчас Тигрилла берут? Орлот кажется, что все-таки на Икспур, Убив Роун... Да, Тигрилла все-таки берут. Но под вопросом, не знаю. Я не очень уверен. Диги просто... В чем прикол, что они тоже понимают... Они понимают прекрасно, что да, Руби... Тут как бы... Я и тебя законтрил, и себя тут же ударил в спину, потому что да, поскольку у нас Руби Ромова, эти Диги-то тут куда смотрятся, но все еще открыт вариант взять его на Мага-Центр. Тоже будет неплохо. Так не используют. Да, не используют. Ну, как вариант. Ну, ладно, ладно, соглашусь, что пикать сюда еще и Диги уже лишняя задача. Но возможно, как раз о Диги Гиг сейчас задумаются, ну, как вариант. Ну, да, ну, попробовать хотя бы нет. Ну, а дальше попробовать на пятой карте, это звучит как-то вот, ну... На куда еще деваться против вот такого сетапа? Ты посмотри, что за пик у противника. Мне кажется, Диги хоть немного сбалансирует эту ситуацию. Ну, опять, у нас за сегодня много дебютных пиков, три пика дебютных за сегодня совершено. Ну, посмотрим, что за это получится. Мне кажется, Ив не перекроет. Слишком много дамеджа она не зальет, чтобы прям законтрить то, что было, и слишком много темпа надо. Поглядим, поглядим. Предиктоваясь, в какую сторону? Я думаю, что, я думаю, что пик слева выигрывает Бурмеза, потому что Дамы Бруно и в целом, в целом, мне кажется, не могут отыграть лучше. Очень сильный пик и лайна прейтинг. Ну, слушай, в целом, у нас видно, что компьютер больше посчитал в сторону Geek, но основные показатели у нас более-менее равны. Поэтому я тоже думаю, что Бурмез Гулз именно драфт у них лучше, а по игре, ну, не хочу обращаться в прошлую игру, вспоминая их, соответственно, вот эту реализацию. Мне кажется, что здесь пик более комфортный для них. Они смогут сыграть. Да, мне кажется, попроще будет. Я тоже соглашусь, я за Бурмез Гулз предпочтение здесь отдам. Ну, и что ж, у нас знаковое противостояние, верхняя сеточка, как раз-таки коллектив из Мьянмы, Бурмез Гулз против GeekFam из Индонезии. Это матч-поинт для обеих команд. Это пятая карта этого противостояния. Кто же у нас выйдет победителем, а кто проигравшим, узнаем. Прямо сейчас комментаторы озвучат для вас эти противостояния. Ну, здесь действительно у нас матч такой принципиальный для GeekFam. Хотелось бы собраться со своим нормальным сетампом. Балойский опять наглеет Варажский лес идет, а тут целых три персонажа. Ему говорят, не, в другой раз как-нибудь сюда приходи, пока что рановато. Но интересно, что Мартиса мы за сегодня не успели ни разу увидеть, несмотря на то, что вариантов для пика его было много. У нас обычно Бакси вышел, которого банят, а вот Мартис наконец-то вышел на поле сражений. Ну, и что очень важно, это последний матч в ближайший день, потому что завтра у нас будет нижняя сетка уже. Да, завтра нижняя сетка и послезавтра уже снова верхняя с командой Деву. Стороны достаточно спокойно относятся друг к другу. Марки забирают себе Вазона. Нашел, нашел он сейчас игрока команды Бурмис, но играть не стал. Кадера играет по Стичу, ой, Стич-то, Стич-то очень много урона получает, но продолжения нет. Или нет, 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 нет. Еще нет, еще нет. Карета приобрелась на Балойского из-за этого карету сможет сейчас забрать Бруно. И тут уже команда на помощь подходит. У Тигрила есть флик, есть второй. Не торопятся нажимать. А почему? Очищение использовал Клауд. Ну, испугался. Не, 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 не Клауд. Почему Руби из флика не вытащил? Руби без флика была. А ну, спокойно, флик, второй и первый килл для Ника был бы сейчас. А, возможно, что инфы не было в этом отношении. Ну, а главная цель была Клауд. Нет, Руби перед ним флик отдала. А, ну, тогда непонятно, тогда мог это сделать, да, непонятно, вполне будет. Я повторюсь, я не хейтер, это на экране вашем, это буквально на вашем экране, дорогие друзья. Ну, ладно, пока что игроки не разменялись, значит, мы увидим более стабильную плотную гружу на черепахе, которая появится через 5 секунд. Да, я смотрю в таких ситуациях за стрелком обычно, чтобы понять, что он будет делать. Вот, и так, обои очень неплохо продамаживают шедоу, сейчас у последнего нет ультимейта, еще четвертый уровень, вытаскивают сейчас игрока команды синих, но здесь по тигрилу игра, доигровочки не случается. Выход под черепаху, балойский нет четверки, и все, все игроки с ультимейтами, кроме блинка, который ульту только что получил. А вот сейчас он может врываться, и врывается, он сразу по трейму очищения от обои, на развороте будет ультимейт, от ив нажиматься, но можно до этого доигрывать, отлично, ультимейт отформится, но блинк отправляется в таверну, также у нас шедоу неплохо присел на гвенеру, марки отправляется в таверну, тут же смайт по лоду, и хорошая подтяжка после пляка по люку, трипл килл, трипл килл, мгновенный, драматисы, синий баб, хороший старт игры, вот это уже игра. Я вчера, когда разбирал эти игры, как раз с Мартисом, там играла команда, которая против Мартиса не отдала ни одного килла за пять минут, и за счет этого спокойно переиграла и вытащила катку, поэтому опасно, очень опасно, да, очень опасно отдавать такое количество твой киллов очень-очень опасно. Далеко, далеко, флика у него все еще, ага, появился, извиняюсь, ну да, слишком давно он его на топе отдавал, все-таки отдал, но, а зачем выходить так далеко, чтобы терять такую важную кнопку на Руби, здесь вот как будто он загулял уже второй раз, и попытка выйти в Бруно, но он спокойно сделал свою задачу, чуть-чуть голды Ставра пофармил, Блинкс в кустах притаился, вместе с Лина, будут вдвоем, наверное, под подтяжечку пытаться это дело отыграть. Ульта есть у Блинкса? Да, есть. Нажмет? Нажал. Да, он должен нажимать, конечно, да, нажимает сейчас, притягивает ближе Болойского, но еще раз, через вторую притяжку, видимо, хотели сыграть через Лину, но не хватает урона. Кажется, что можно было больше, да, сделать? Да, да, я, ну, на Тигриле нажимаешь ульту, ой, мог, кстати, попытаться вытащить, но, конечно, Гневра отсюда легко идет. Тигрил, нажимаешь ульту, после этого нажимаешь первый, и второй по волне у тебя плюс 1000 демеджа, то есть у тебя волна наносит примерно там 200-300 урона, ну, учитывая, что Руби в танк, допустим, 200, три раза ты прокатываешь по волне, где-то 600-700 хп он бы надамажил, и стич бы подошел и доиграл бы по этой Руби, поэтому, и вот, их же много вот этих особенностей, таких тоненьких, на которых видно, что Бурмис Голлс, не доигрывают. Может быть, они, как бы, не так много опыта имеют именно с Тигрилом, мы начали брать его, да, вот только-только из-за того, что он вошел в мету на этом чемпионате, потому что отыгрывает он на чемпе, очень-очень уверенно. А где же Мартис? Мартис должен быть уже во всеоружии, выходит он к Черепахе, и пока что, видимо, через экспусы играют. Нет, просто к Черепахе подходит, сразу находится рядом Лина, игроки команды GeekFam собираются уже, Shadow показывает люк сейчас, игра от Марки, отдает он сейчас двойку, но нельзя, наверное, так опасно-то отдавать, теряет хп, у Shadow большие проблемы, тем временем на ТОПе показывает стич, она сыграет против Клауды, Клауды, обезьяна отпрыгивает, Черепаха забирает ультар, не хватило, Марки отпрыгивает, очень грустная ситуация, сейчас для красной команды люка можно добирать, даже ультар, и обои туда собирает, и их надо забрать, и забирать, и побежал, и побежал, грызь, 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 будет пробовать еще? Нет, это уже слишком агрессивно, хватит немножко урона, я бы побежал, Мартис показывает свои лучшие качества, это жесть, 5 киллов на старте, я не пойму, почему он на красный не побежал, потому что, он пытался, да, он попытался, но почему-то остановился, и начал играть в Руби, которая еще могла на развороте нажать тебе пару кнопок, и было бы очень опасно, стич на стаканы, начинает по Клауду играть, но тут уже из кустов, тот самый, тот самый Балойский, так сказать, где дэмэдж Балойский, а вот он дэмэдж, да, шикарно, вытащили, подбайфили немножко, и забрали стрелка команды Бурмис, неприятно, неприятно, Марки заходит, из кустов играет по линии, но нет ульты, поэтому подкидывание не приносит какого-то очевидного результата. Да, в данный момент игроки из Гигфам неплохо переворачивают эту чашу весов в свою сторону, чашу перефарма, ну и здесь, кстати, что интересно, Ника выходит также пофармить вражеский синий баф, в это время у нас команды готовятся к выходу следующей черепаки, проверяет информацию, имеет здесь Орлок, забрал? Нет, Орлок не забрал, Ника для себя оформил вражеский синий гвеневре, не то чтобы сильно повредить отсутствие этого объекта, но и потаунтить, само собой не забыть. Да, игроки совмещаются к ботлейну, находят здесь Ника, Ника может очень серьезный дэмэдж получить, но Гигфам старается не вылезать дальше, понимая, что помогут сейчас Бурмизы своему тиммейту, пошел Инвиз, однако Инвиз не реализован, Кадеро играет по крипам, вылезает Шэдоу, игра по нему со стороны Гигфам, ульта от Глун, но продолжения никакого нет, вышка уничтожает команду Бурмиз, и в принципе та программа МИМ, которая должна была быть реализована. Да, в данный момент неплохо они отыгрывают по карте и уже выходят на третью финальную Черепаху, явно в преимуществе, у нас очень много голды сконцентрировано на леснике команды слева, и в данный момент Черепаха уводит нас Гигфам, Ника готовится задоджить такой прыжок Гвеневры, видимо, в данной ситуации по Блинкс очень сильно люкскидывается, а может на развороте, а может ультой на развороте. Можно, так, ну, здесь в данной ситуации Шэдоу пытается также раскликать, ой-ой-ой, залет прям под вейм персонажем, а ульта будет, попытка как-то не торопится, не торопится, нет, ворвался в Шэдоу, но не смог вытащить, вернее, в марке, не смог вытащить здесь, Володь, окей, ульта есть, может быть, по люку доиграть, но ХП слишком мало и убегает отсюда Ника, ну, размен один в один, вернее, два в один, да, учитывая до этого килл Тигрилла, но Тигрилл мог на развороте на контр-инициации нажать ульту с флика и как минимум, как минимум, был, выбил бы очищение из противников, как максимум еще попробовал вытащить ту же Руби под Тавр, и там бы уже раскрылся как раз Фарамис, пытается Марки, успеет засмайтить? Может, может успеть, не было смайта, не было смайта у Маркиса, а зачем он туда пошел тогда, непонятно, ну, хотелось зафайтить, видимо, видимо к этому моменту, мы видим, что буквально неделю секунд тогда нам не хватило, показывает нам предметы, а Клауд как себя проявляет? Пока что только один килл, но он во многих тимфайтах и не успел поучаствовать, а вот Бруно с одной смертью, наверное, не тот результат, на который рассчитывает Бурмизе, учитывая, что они ведут. Да, в данной ситуации Клауд чувствует себя неплохо, у него до 9 уже есть посох, да, также, в принципе, кстати, не сильно Бруно отстает, у него уже ярость Берсерка присутствует, он чувствует себя относительно неплохо по карте демедж, у него раскроется уже буквально после покупки пистолета, вопрос то, как сможет команда отыграть, сможет ли Тигрилл там хорошо ворваться в толпу сыграть, хотелось бы выбить как-то вот очищение Эскадеры и сыграть уже под это все дело в толпу, потому что Блинкс пока находит неплохие возможности для врыва по толпе, ой, притаились, притаились, как опасно, какие хитрые, хитрецы здесь Гигфам, играет Люк, сейчас Нико начинает, Болойский играет сейчас по Тигриллу, Тигрилла спасает, ульта от Фарамиса на одном титкоинке буквально забирает стыча опасно, сейчас Кадера великолепно находит вариант забрать Голдера, проника, продолжение, дальше Марки подкидывает, ульта Крайне неудача, Мудалин еще подходит за чем-то, Лину тоже забрали, Марка даблкил делает шэдоу, шэдоу прощая, в тень ты не уйдешь, здесь только погибнешь, минус 4 делают игроки команды Гигфам, Фарамис уже успел возродиться. Я опять ничего не понимаю, объясняю, соответственно, Фарамис мог раньше, то есть, в то время, когда заканчивается ультимейт Фарамиса, ну, неплохая подтяжка, но понятно, что он выживет, в то время, когда заканчивается ультимейт у Фарамиса, каст заканчивается, Гвеневры, почему на Фарамисе он не нажал ульту сразу и таким образом не отменил бы ульту, ой, еще не вовремя дамага не хватило, он бы отменил ульту Гвеневры таким образом, учитывая, что ни по кому больше не играли, и Тигрил мог в это время сэкономить гораздо больше хп и с флика не уйти, чтобы выжить, а с флика ворваться по двоим застанет, потому что в это время помогали еще бить Тигрила, либо на отмене вот этого каста ульты Гвеневра Гвеневра бы ошиблась, подставилась под ультимейт Тигрил, потому что Тигрил по итогу по-моему ультанул только по одному персонажу, если не ошибаюсь, а так бы он успел бы зацепить этот момент, ну и поэтому У Тигрила вообще не зашло, потому что он зашел в кусты лицом, они еще вдвоем туда зашли но Гиквам пытается удивлять соперника тем, что они занимают кусты на переходах, которым соперник не готов, они не показывали их перед этим, Мартис должен сейчас себя проявлять, 7-1-10 Мартис но с него сбили серию, но тут два момента либо уже оставить ульту и пусть Тигрила убивают, либо нажми ее раньше о, по катере игра, по катере игра минус очищу, плюс сейчас флик будет у Тигрила, Тигрил должен подойти сейчас и попробовать максимально сыграть Клауда Шэдоу пытается за ним преследование вести свой Клауд, и Блинкс хорошие кусты занял, инвиз, по троим, заливает на сюда, тут же ульта, их нажимается, но у Кадера нет кнопок в данной ситуации, пытается Лина нажать, также ультимейт, афармить, нажимается, Ника один килл есть, будет ли еще один нет, Никс по итогу забирают у нас Тигрила, забирает так же и Ника, Кадера все-таки раскликал свою ульту, и Шэдоу также будет отправляться здесь в таверну, очередной килл от Гикфам минус 5 делает Гикфам, минус 4 в прошлом файте, минус 5 сейчас, эти ребята собрались, да, у них нет их основного джанглера, но у них есть большое желание побеждать и сейчас это еще и лорд как дополнение, посмотрите уничтожает Т2 на мидлейне, но дальше они вряд ли зайдут перекидывает как великолепно Лину, Лину можно добрать здесь безобидной ситуации, абсолютно Лина падает, Люк находит этот вариант, прекрасная механика от вице-чемпионов Индонезии этого года я пытаюсь посмотреть вот этот файт еще раз, но дело в том, что здесь действительно по клауду нужно было фокус сделать когда прошла информация, что очищение было поражато, но почему-то он решил, да, он ворвался во вторых но я не понял почему он так долго нажимал второй его задача была вытащить как можно ближе под команду там уже был заряженный глу, который мог по троим нажать, обездвиживание еще вдобавок, Тигрил нажал ульту и после этого не нажал второй спелл он подождал, дал первый, потом ульту в это время Гвиневра уже нажала свою ульту в это время Флик Руби нажала то есть пока он решался на этот второй спелл по итогу забрали всю команду и нужно было вообще эту ульту не нажимать нужно было байтить команду вперед и клаудой играть Никита, Никита, давай переходим к тому, что происходит здесь а тут конец игры происходит Балойский инвиз использовал в пустоту сейчас Кадера просто забирается в эту вышку так блин, давай, мы в тебя верим, на своем тигриле инвиз пошел, давай, 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 давай инвиз, нет, 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 не получится ладно, играют они в лорда здесь пытаются его максимально затопать и вот он, давай, давай, перекатывай, перекатывай хорош, подброс здесь так же нажимается но нет дамага у команды совершенно став посыпался Марти на лоу хп Стич, пошел играть Стич здесь выживает на лоу хп уходит на базу Нико пытается так же засейвиться но люк мешает ему это сделать идет игра от шедоу ульта поражимается но надо уходить, надо отойти иначе им сейчас тебя заберет в трон нельзя, нельзя надо просто в трон играть сейчас гикфам нужно защищаться куда вы пошли гикфам гикфам возвращают серию и проходят дальше самое главное, что при любом раскладе если они все-таки попадаются с Деву у Деву у них будет уже основной игрок на леснике прекрасная игра Балойский, как обычно кричит но кричит в этот раз он кому? своей семье он передает им спасибо вот что значит поддержка прекрасная игра от гикфам тогда, когда это было нужно молодцы что думаешь, да? обнимает, обнимает, да игроков и показывает, что этот парень затащил Данзел, Данзел все, что я хочу сказать это, конечно зацензуриться я думаю, знаешь такие я держусь, как могу я держусь, как могу и вправду потому что у нас была такая номинация от меня как самая красивая игра когда блок-листы против фронников раскладывали там невероятное что-то было и здесь, наверное самое обидное противостояние всего турнира которое я наблюдаю потому что и вправду у вас все инструменты все возможности есть но вы так обидно отдаете многие карты конкретно про Бурнис Гулз Гекфам же молодцы воспользовались этим всем делом отыграли на своем уровне даже с учетом вот этой замены вынужденные меры которые для них составили здесь не помешали победить Гекфам какое платье красивое да, тут нужно сказать поздравляю Гекфам мои поздравления Мара говорит ну что ж, ребята вы выжили смогли это сделать что вообще скажете по поводу пятой игры очень сильно понравилась она всем вы вообще любите пятые игры потому что даже на МПЛ Интернезии вы постоянно выходите в сервис пяти игр потому что потому что мы хотим мы хотим эмоций мы хотим впечатлять мы хотим ну естественно мы хотим выиграть но надеюсь в следующий раз мы выиграем быстрее нам вся сервис пяти не потребуется это больше для того чтобы больше просмотров было говорит сейчас балусь Марки давай скажи что-нибудь ты играл сейчас не на своей роли это он играл впервые для Гекфам ты играл за Джанглера вообще-то как тебе понравилось это это стрело команды вообще пока он говорит я скажу это замена он играет на голде обычно ребята очень сильно помогают мне говорит говорит Марки большое спасибо давай руку руку пожалуйста в карман не знаю почему что бы ты хотел сказать какой у тебя самый любимый джанглер герой в джанглере из всех которые ты используешь фанни у него фанни любимый фанни без второго скилла если бы я могла вот если бы ты выбирал сейчас ты была и тебе пришлось бы на тысячу лет на тысячу лет в будущее остаться над джанглером играть или или все-таки голдером говорит нет говорит нет я бы не хотел быть джанглером до слоя бы лучше умер я хочу послушать тебя сейчас говорит это это наэль как раз тот кого он заменял говорит как тебе как тебе понравился скилл по стопроцентному на сто процентов на сто процентов или нет он говорит да на сто процентов прекрасно просто кадера кадера это стрелок который был я тоже я тоже оценю на сто на сто процентов болоськи говорит что они попробовали болоськи был лучшим джанглером почему тогда ты в джанглере пошел он сказал что он не захотел не хотел оставить джанглером потому что потому что хотели больше больше просмотров что это игра что это победа значит для вас ребята она очень важна потому что потому что еще одна и еще одна игра и наэль сможет играть поэтому для нас это очень здорово и мы смогли дойти до момента когда наэль все таки будет играть спасибо большое всем кто поддерживает вы обыграли бурмиз гулз и вы теперь встретите встретитесь с чемпионами филиппин что вообще думаете насчет чемпионов филиппин он что-то интересное он что-то интересное сказал типа слишком легко будет с марки что говорит джанглер что он Ты филиппинский перевел только что? Они на филиппинском говорили, если что. Я говорил, я напомню, я не знаю филиппинский, но я уверен, что она это сказала. Он говорит, что они встретятся, что они рано или поздно встретятся, пожмут друг другу руки и что-то страшное может сделать. Шутка такая. Шутка такая, что она не выдержит. Ты вернулся сюда, спустя шесть месяцев ты видел в своей семье всего лишь один раз. И что, мама твоя сказала, что у тебя будет очень вкусная еда, потом жареный цыпленок, что ты скажешь? Мама показывает и семью Балыцкого. Он очень эмоционально, когда он увидел, что они уничтожили. И это победа для них. Посвятил победу. Он очень расчувствовался и посвятил победу им. Ну что, что вы хотите сказать своим фанатам и своей семье? Спасибо большое за поддержку, ребята. Мы очень всех любим наших фанатов. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать. Спасибо, Трактор, что выучил филиппинский для нас. Да я уже, кажется, начинаю его понимать. А это не филиппинский, это в Индонете, у них там другой. Это филиппинский. Да? Да, он филиппинский. Понял вопросов нет. Это филиппинский игрок, который играет в Индонете. Поэтому говорят о том, что он уехал на полгода и так далее. Его семья осталась на Филиппинах. Понял. Да, Трактор изучил все языки абсолютно. Индонезийский. Трактор думал, что переводит индонезийский, а переводил филиппинский. Ну тоже хорошо получилось. Вот так вот, представляете? Представляете? А я-то попал по этому. Ну, каждый раз в конце, что бы ты хотел сказать зрителям всегда? Спасибо большое за поддержку, спасибо, что верите в нас. Подожди, он сказал Трактор, не переводи меня, пожалуйста. А, блин, капец. Вот это ты меня осадил сейчас жестко, конечно. Блин, ну я не знаю, но пошло все действительно не по плану. Ну, вроде по группам казалось, что Бурмидс Гоуз гораздо более конкурентоспособный. К тому же проиграть даже в 3-2 составу такому, который претерпел настолько большие изменения без Лесника. Ну, такое, если честно. Повторюсь, не хейтер, но на экране все видно. MVP данной карты у нас Люк на своем Орлоте. Заслужено. Да, хороший грант. 31 гпм, золото в минуту, тобишь, и 88% участия в тимфайтах. Ну, да, очень хороший был результат показан от этого игрока. На самом деле, крайне неудобно он строит, да. Особенно вот это вот начало файтов для оппонента. И вот эти дворники. Очень красивые парочка залетало. Мы это, думаю, еще раз увидим на хайлайках. Угу. Я постоянно летел, добивал важные фраги. Например, пару раз он, по-моему, Тигрила забрал уже на одном хп, который мог потом вернуться и создать каких-то проблем, вырезая его из игры на ближайшее время возрождения. Ну и плюс, да, дворники, которые отлично стакались под Ultimate Eve. Я думаю, это своеобразная заготовка, на самом деле, конкретно вот этот сетап. Ну, какой же хороший старт был. Да, старт был шикарным. Это было супер. Но до момента определенного это было, действительно. Вот. И хорошо. Вот, опять же, у нас запихнул обратно в Ultimate Eve еще и под башню. Мне кажется, слишком агрессивно играли бурмезгулсы. И вот тот самый Тигрилл от контр-инициации работал бы хорошо. Вот тот самый момент, где я говорил, надо засейвить, раньше нажать ульту в своего Тигрилла. Тогда бы он успел нажать кнопки в противников. А так он просто на флике ушел на базу похилиться, пока вся команда отправилась в таверну. Ну, очень много странных решений здесь. Вот тут Тигрилл тоже впрыгивает, и просто тонна урона со стороны справа. Клауд все живой. И еще Бадлорда прямо подставляет, все попадают. Клауд, кстати, не идеально ультанул, но Балойский решил эту проблему. Он притянул соперников ближе к себе. Вообще, притягивание — это фишка команды GeekFam. У них и Орлот притягивает в нужную сторону, если кастует. У них и Руби притягивает. Прям вот хорошо заходит. Тут тоже вроде казалось все хорошо, но урона не хватило очень сильно. И потом они потеряли слишком много хитпоинтов, пришлось отходить, и уже не задефались. Но, опять же, по Клауду не играл. Никто 4.07. Кадера вообще ни разу не убили за эту игру. Вот тут даже заход был сейчас в трон, который они последом закончили. Могли спокойно задефаться, но непонятно зачем. Ника пошел вперед за Клаудом, потратил вторую фазу, и тот самый Люк прыгнул, его добил. То есть надо было сразу отступать, вернуться, похилить за крипов. По тронам нет, никто не снесел. Нет, крипа хотя бы можно было забрать, да. Хотя бы хрипа сыграть. Они не были, в принципе, по тронам в тот момент крипы. Крипов почти не было. Команда без него бы задефала одного крипа, который бы заглядал патрон. Вопрос, что он побежал за ним, и в этот момент его просто закрыли. А так бы он похилился, вернулся с базой. И вот эту следующую пачку он бы уже спокойно задефался своим-то перефармом. Ну, в общем, слишком много вопросов, слишком мало ответов к скиллу, к решениям игровым. Был огромное количество везений на этом турнире. Они чудом вышли из группы, по большому счету. Благодаря игре, наверное, даже, в частности, конечно, и своего коллектива, но и другим оппонентам, которые позволили им по факту выходить оттуда со второго места. Просто еще плюс ко всему прочему. Они выпадают на оппонента, который там не является тир-1 сейчас на турнире, с заменой. Как оказалось, да, Goldliner, который пошел в лес, и там он не особо любит играть и не хочет там играть, и просто вынужденная эта мера была. Они еще и привлекают игрока под ником Shadow на ExpoLine, которого они также верили, на него большая ставка была сделана. Вроде как все карты на их руках, но воспользоваться этим они не смогли, из-за этого, наверное, мне прям обиднее. И я так много про это говорю на протяжении всего этого противостояния, потому что, как ты уже, знаешь, проникаешься командой, хочешь их поддержать, а они сами себе руинят в некоторых местах, из-за этого прям расстраиваюсь. Итак, давайте посмотрим на ситуацию. Наибольшее количество голды в минуту у Кадеры, 876, наибольшее количество урона у... У кого там было сейчас? Блин, я не успел, не успел посмотреть за все это время, но давайте посмотрим по урону. Да, вот он урон, как раз у Форамиста, 57 тысяч, и в то же время у команды победителя, у Кадеры и у обоих практически одинаковый показатель. А ты его именно дамажешь. Да, да. А потому что затягивает обратно постоянно, и он постоянно дамажит, 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 дамажит. Ушел игрок, его обратно, вернись, дамыв еще с тобой не договорила, нет. Вот, и поэтому очень хорошо получилось.